Всем привет! Это обзор от компании Notic на планшет Acer и Konya Tab A701. Новинка представляет собой 10-дюймовый планшет на базе операционной системы Android и с процессором NVIDIA Tegra 3. Начнем с того, что, собственно, самое главное в любом планшете. Это дисплей. Здесь используется Full HD матрица, но, к сожалению, не IPS, а TN Plus Film. Однако углы обзора все равно хорошие и картинка потрясающе четкая. Запустив планшет, мы попадаем в круговое меню и можем сразу выйти в какое-то приложение. Камера, фотографии, браузер, то есть не на рабочий стол, а сразу запустить нужное приложение. За последние полгода в операционной системе Android особенно ничего не изменилось, никаких больших апдейтов не выходило. И, в общем-то, все это мы уже видели, когда делали обзор на Asus E-Pad Transformer Prime. Что касается набора предустановленных программ, то здесь абсолютно ничего особенного нет. Можно сказать, что даже жиденький набор, потому что не было по умолчанию, например, читалки, не было Twitter клиента, не было клиента EM сообщений. И, в общем-то, треть из того, что видите на экране, скачали мы самостоятельно. Но в минус это записать нельзя, оно скачивается с маркета бесплатно, то есть кому нужен Twitter, тот скачивает Twitter и все отлично. Виджетов здесь тоже внешне много, но, опять-таки, на самом деле полезных из них далеко не все они, то есть скачиваются с маркета. А вот что порадовало, это то, что здесь предустановлены две весьма хорошие игры. Это гонки Real Racing HD 2 и еще там есть Monopoly, в которые очень весело играть в компании друзей. Что касается игр в целом, то все весьма хорошо. Благодаря тому, что здесь в Full HD дисплее мы получаем отличную картинку, а благодаря тому, что здесь мощный процессор, игры не тормозят и все современные игры здесь отлично работают. Но единственное, что есть игры, которые просто пока под этот планшет не оптимизированы. Например, вот игра Dead Trigger на маркете написано, что с этим устройством несовместим. Я думаю, в ближайшее время это поправят. Но таких игр мало в любом случае. А так как у нас планшет на процессор NVIDIA Tegra, нам помогает хороший годный сайт TegraZone, где как бы самый свежак нам показывают из мира игр для NVIDIA Tegra. Вот, например, Hero is Call мы скачали оттуда, бесплатная, кстати, игра. Ну, представляет собой такой дяблоподобную бродилку, мечи, маги, всякие такие штуки. Ну и других симпатичных игр на TegraZone достаточно много. Там есть Max Payne, там есть GTA. И, кстати, если вот год назад мы для игр основательно рекомендовали покупать iPad, то сейчас это уже не актуально, потому что за последний год в маркете появилось много отличных игр. И, в общем-то, сейчас уже платформы практически равны. Ну и пойдем дальше. Дальше у нас предустановлен пакет офиса Polaris Office. То есть здесь текстовый редактор, табличный редактор, там редактор презентации. Вот это вот документ Word я открыл. И можно что-то по-быстрому отредактировать. Функционал не очень богатый, но, в общем-то, для планшета там какие-то суперформулы чертить, наверное, и не нужно. Но все равно это неудобно на маленьком экране. А вот Excel документ, таблица, тоже отлично открывается. Можно тоже быстро что-то поправить. Опять-таки, функций здесь не шибко много. Но никто не мешает поставить какой-то другой офисный пакет. Однако мы хотели бы заметить, что наилучшая реализация, на наш взгляд, офисного пакета, это все-таки на iPad'ах пакет iWork от Apple, где и текстовый редактор, и табличный значительно удобнее пользоваться тачем, чем он в других офисных системах на Android и даже на iOS. Что же касается интернет-серфинга, то вот совсем недавно вышел браузер Google Chrome для мобильных устройств. Он вышел на Android и на iOS. Это весьма хороший годный браузер. Он умеет синхронизировать закладки с другими вашими устройствами, на которых есть Google Chrome, даже с персональным компьютером. И он умеет много всего хорошего. Он не тормозит, он достаточно быстрый, удобный. Ну, единственное, что-то не открылась у нас страница, но не суть. И еще один интересный момент. В этом браузере нет поддержки Flash. И вообще, всех любителей Flash, у меня есть радостная новость. Примерно с середины августа Flash Player исчезнет из магазина Google Market, а в новой операционной системе Android 4.1 Jelly Bean флеша не будет вовсе. Так что, в общем-то, Flash кто-то такой, давай, до свидания. И, в общем-то, это правильно, потому что, ну, действительно, он тормозит, он жрет батарейку. Вот не до свидания, он пока еще только вот в этом браузере, стандартном, андроидовском. Тут пока еще Flash есть, но, опять-таки, повторимся, в новой операционной системе его уже не будет. Раскладка клавиатуры, кстати, обратите внимание, как по-дурацки переключается. Не каким-то там жестом или свайпом по пробелу или кнопочкой. Нет, это все здесь не работает. Нужно лезть в маленькую-маленькую милюшку и ставить там галочку. На нас, в взгляд, это нехорошо. Это, кстати, уже год так в андроиде планшетном, и все никак это не могут сделать. А самое обидное, что в остальном-то клавиатура вполне нормальная. Ей удобно пользоваться, и, в общем-то, менять ее на какую-то другую из маркета не очень хочется. Но вот иногда очень достает смену раскладки. Теперь поглядим на то, что компания Acer добавила к андроиду. Это, во-первых, вот эта вот кнопочка, которая в центре экрана, и она здесь в любом приложении. Запустив ее, вот сейчас на пустом месте будет удобнее, открывается вот такое вот круговое меню, где есть много интересных вещей. Здесь есть громкость, правда, не очень понятно зачем, потому что как бы дублируется функционал, есть же кнопочки, вот то же самое, смотрите, происходит. Второе здесь есть в закладке браузера, вот это действительно круто, это удобно, можно быстро зайти в какую-то нужную страницу из любого места. И здесь же есть быстрый доступ к настройкам, камере, к фотографиям и поиску Google. Ну и, соответственно, набор вот этого всего софта можно здесь поменять, поставить какие-то свои любимые приложения, что довольно хорошо. Еще от Acer есть папочка на рабочем столе с тремя их приложениями, которые называются, соответственно, видео, фото и музыка. Ну и из названия понятно, для чего они нужны. Вот, например, музыка, это аудиопроигрыватель для того, чтобы слушать собственную музыку. Он достаточно удобный, красивый и пользоваться им приятно, и, в общем-то, я слушал музыку именно через него, и никаких других проигрывателей из маркета я не ставил, то есть с ним все хорошо и качественно. Следующим идет фото, ну это смотрелка фотографий, здесь ничего особенного нету, у нас, к сожалению, нету фотографий здесь никаких, но суть такая, что можно смотреть альбомы, можно там с фотографиями зум, скролл делать, ничего особенного, обычная смотрелка фото. Ну и третий у нас это видео. Это, само собой, видеопроигрыватель. Он довольно неплох для бытовых задач, в частности, он вот легко справляется с 1080p фильмами, вот это в контейнере МКВ у нас фильм, и сейчас мы куда-нибудь перемотаем, и посмотрим, будет тормозить или нет. Сразу после перемотки, вот как видно, немножко подтормаживает, но потом идет все плавно. То есть МКВ 1080 без проблем. Для каких-то более специфических задач этот проигрыватель не подходит, и вот почему. Вот это, например, мультфильм, он H-10p 720p, и вот видите, здесь полно артефактов, то есть это нехорошо, и пользоваться вы, скорее всего, не будете для таких фильмов этим проигрывателем. К тому же он не умеет работать с субтитрами, он не умеет работать с множественными звуковыми дорожками, и обычные фильмы смотреть хорошо, но вот что-то большее с этим проигрывателем уже не сделаешь. То есть, в общем-то, если вы смотрите обычные фильмы, там сериалы, и не заморачиваетесь с субтитрами, еще какими-то дополнительными файлами, то вам все это дело подойдет. А если вы, допустим, любите смотреть вот тоже аниме с субтитрами, с несколькими звуками дорожками, да еще и H-10p, то вам нужно ставить вот такой проигрыватель, это MX Player, который очень хорош, умеет кучу всего, и самое главное, он умеет H-10p. Сейчас мы это проверим на примере того же самого мультфильма. Если мы запускаем его в стандартном варианте, сейчас, одну секунду, вот, у нас то же самое, все полно артефактов, и видео так смотреть не получится, нехорошо. Но здесь есть отличная опция, которая позволяет это дело исправить. Достаточно переключить аппаратный декодер на программный, и все артефакты исчезнут. То есть вот на T-Grid 3, на Acer иконе Tab A701, смотреть H-10p видео можно, вот по крайней мере 720. 1080 H-10p на самом деле тормозит. И еще приятная особенность этого проигрателя в том, что он поддерживает разные жесты. Вот можно, например, вот так вот видео масштабировать до 200%, и можно перематывать. Если водить слева направо пальцем по экрану, то мы сразу попадаем на нужный участок. Вот берем и просто двигаем вот так назад, и там на 13-ю минуту отматываем. И еще он имеет яркость регулировать, если по левой стороне водить вверх-вниз пальцем, и если по правой стороне, то будет громкость регулироваться. Все это удобно, помогает смотреть, и приятно сделано. Что касается чтения книжек, то тут правит балл все те же самые две читалки, это CoolReader и FBReader, никаких новых особенных читалок не появилось. Конечно, по красоте до айпадовского айбук, своим как пешком до луны, но зато у них есть много разных интересных опций. Теперь посмотрим на то, что идет в комплекте к самому планшету. Ну, во-первых, к нему идет инструкция, она выглядит толстая, но на самом деле там просто на куче языков написаны какие-то базовые вещи, никому, наверное, она не поможет. Толгу от нее мало, лучше на гугле смотреть справку по андроиду. Дальше зарядное устройство, оно состоит из двух частей, оно довольно компактное, удобно помещается в сумке, там в кармане, в общем-то, хорошее зарядное устройство, нам понравилось. Питается оно от microUSB порта, который находится на самом планшете с нижней стороны, то есть вот сюда вставляется, и идет зарядка. К сожалению, у microUSB порт всего один, поэтому либо заряжаете, либо с компьютером синхронизируете, что-то одно. От компьютера он очень-очень медленно заряжается. То есть, в общем-то, такая же ситуация, как с iPad, который если к PC подключать, то там будет написано, что зарядки нет, но на самом деле она есть, просто очень-очень долго и медленная. И последнее, что есть в комплекте, это проводок microUSB на USB, но единственное, что это не обычный такой провод, а это мама-разъем, то есть туда вставляется что-то. Для синхронизации с компьютером этот провод не подходит. Но зато он подходит, чтобы туда что-нибудь вставить, например, вот адаптер от мышки. Давайте посмотрим, будет ли работать радиомышка с планшетом, вот со всей этой конструкцией. Ну и как можно увидеть, мышка действительно работает, то есть можно использовать проводные мышки, можно использовать, вот как мы, радиомышь. Но единственное, что мы не думаем, что кто-то будет сильно этим пользоваться, потому что внизу торчит вот эта вот штука, и как бы само собой напрашивается решение это Bluetooth-мышка. Ну а сам факт того, что к планшету можно подключить мышку, это здорово. Вот, например, к iPad'у мышь подключить нельзя, и, честно говоря, мне очень хотелось бы, чтобы мышь подключить было можно, иногда она действительно нужна. Дальше посмотрим на то, будет ли работать у нас планшет с жестким диском. 640 гигабайт жесткий диск, и у нас тут предустановлен диспетчер файлов, заходим в него, и вот тут же моментально у нас практически появляется вот он жесткий диск, можно его открыть и запустить с него даже какой-то фильм, предлагается в каком проигрыватель открыть. Ну и, естественно, можно файлы туда-сюда с него перемещать на планшет или в обратную сторону, что довольно круто. Файловая система на жестком диске у нас NTFS. Осталось проверить, работают ли флешки с файловой системой FAT32. Вот у нас какая флешка замечательная, это дисконтная карта сети магазинов Нотик, которая, опа, превращается в флешку, и можно хранить всякие свои штуки там. Мы планшет перевернули кверх ногами, потому что так удобнее, ну и так смешнее, сверху болтается забавная флешка, и вот она также определяется, с ней все отлично, и также можно с нее перекидывать всякие файлы на планшет и в обратную сторону, что хорошо. Неоднократно в других обзорах высказывалась такая мысль, что вот этот вот проводок это не самое лучшее решение, и вместо него лучше было бы делать маленький переходничок, то есть вот так вот как бы обрезать, руку передвинуть сюда, чтобы был маленький переходник. На наш взгляд, это неправильная позиция, потому что вот проводок, он лучше у вас не превращается в рычаг для выламывания разъема, вся эта конструкция, если говорить о жестком переходнике. И также, на наш взгляд, не хватает традиционного microUSB-USB кабеля для подключения к компьютеру, его в комплекте нет. Теперь, что касается внешности. Задняя крышка выполнена из карбона, карбон это углепластик со всеми вытекающими, и, в общем-то, на самом деле, мы предпочитаем алюминий. Но говорят, за счет того, что дно пластиковое лучше ловит антенны Wi-Fi и модуль 3G. Здесь же расположена камера 5 Мп, ну, снимает хорошо, но не знаю, особенно планшета много никто не снимает. Снизу находятся два динамика, звук, опять-таки, ничего особенного, но есть такой же на уровне, как на iPad 2-ом, например. С нижней стороны расположен microUSB-порт, и еще здесь находится маленькое отверстие, куда иголкой нажимать, это утопленная кнопочка Reset. То есть, ну, не знаю, вообще, маловероятность ситуации, что все заглючит настолько, что придется прямо резетать этой кнопкой, но она есть. Дальше кнопка включения, собственно, и комбинированный аудиоджек для подключения гарнитуры или микрофона. Здесь у нас блокировка переворота, и выше находятся качельки громкости. Они работают интересным способом. Если планшет в портретной ориентации, то верхняя кнопка прибавляет звук, а нижняя убавляет, что, в общем-то, логично. А в альбомной ориентации наоборот, то есть влево меньше звук, а вправо звук больше. Тоже вполне логично. То есть, это разумный подход, это нам нравится. А вот с этой стороны расположен мини-HDMI, то есть можно подключать какие-то телевизоры и мониторы. Единственное, придется купить переходник на полноценный HDMI, ну и тогда без проблем кино отсюда транслировать, соответственно, на большой экран, даже на проектор, на монитор, куда угодно. С этой стороны крышечкой закрыта интересная штучка. Сейчас я открою крышку. И вот тут вот под ней слева расположен, во-первых, microSD слот. Сюда можно использовать карточки до 32 гигабайт. И правее находится лоток для сим-карты. То есть, в планшете есть 3G, и можно вставить туда сим-карту, обычную, не микросим, и пользоваться интернетами, где угодно, в дороге там или на ходу, что довольно круто. На передней стороне камера 2 мегапикселя. Что же касается габаритов, то весит планшет 680 грамм, а толщина ему составляет 11 миллиметров. В общем-то, видно, что Acer не гонится за самым тонким в мире планшетом, за самым легким и так далее. Но, в общем-то, у них получился достаточно приятный продукт. Кстати, вот видите, отпечатки пальцев остаются, но это на всех экранах так, так что не обращайте внимания. И единственное, что вот немножечко кромочка по периметру, такое ощущение, что она шатается. На самом деле это не так, но почему-то такое вот ощущение есть. А в остальном сборка нормальная, держать в руках приятно, и, в общем-то, ну не алюминий, ну и что, пластик тоже, в общем-то, неплохо. При этом не стоит забывать, что планшет комплектации 32 гигабайта с модулем 3G обойдется всего в 22 тысячи рублей, тогда как аналогичный по комплектации новый iPad будет стоить 30 тысяч рублей. И при этом еще стоит отметить, что есть такая замечательная вещь, как дисконтная карта сети магазинов Notic, которая, конечно же, и к этим 22 тысячам также даст неплохую скидку приятную. Ну и вернемся к планшету. Установлена на него операционная система Android 4.0.4, и вот вопрос, будет ли на него выпущена 4.1, Jelly Bean, остается открытым. В принципе, ну мы убеждены, что да, потому что планшет новый, и как бы Acer должны выпустить новую операционку. Естественно, сначала ее получат всякий там Samsung, Google Nexus, но потом дойдет и до Asus, до Acer и тому подобных планшетов. То есть да, Jelly Bean, скорее всего, на него будут. Теперь, что касается времени автономной работы. Здесь батарейка аж на 9800 мАч, так что, в общем-то, планшет у нас без проблем работал где-то 8-9 часов в режиме серфа Wi-Fi или просмотра видео. Единственное, стоит отметить, что в задней части ощутимо греется вот это вот место, когда играешь в игры, а когда смотришь там Wi-Fi, кино или еще что-то, здесь просто тепло. То есть вот это нужно учитывать, вот это место греется. Что можно сказать в итоге? Если вы не поклонник Apple, и вы не ждете Microsoft Surface, который будет представлен осенью, то вот это планшет на Android, который определенно сейчас стоит к нему присмотреться, потому что отличное разрешение, и, в общем-то, он недорогой, весьма мощный, современный, и все с ним хорошо. Ну, а я благодарю всех за внимание. До новых встреч. Пока.